Приветствую вас! Давайте разберём наш вопрос. Почему может возникать чувство тревожности из-за воспоминаний о прошлом? Что могу сказать о прошлом, неуверенность в себе на протяжении всех двадцати лет, шутка боясь критики окружающих, социофобия. Всегда была отличница в учёбе, но люди всегда ко мне тянулись, я сама держала всех на дистанции и отдалкивала. Поклонников было много, может привлекало их к моей скромности внешность, может я себя никак не проявляла. Просто я себя никак не проявляла. Сейчас я очень изменилась, работала с психологом некоторое время, затем сама работала над собой уже пару лет. Есть муж, браки, всё хорошо. Сейчас мы нашли подход друг к другу и ценим чувства друг друга. Но вот начала простреливать меня тревожности уже больше полугода. Я тревожности, когда вспоминаю моменты с некоторыми подругами в школьные времена, или просто какие-то события с детства, да, если это хорошее событие. Не пойму какая причина, ведь это не несёт угрозы в мою жизнь. Но больше всего меня приводят воспоминания с периода, где мне 16-18 лет. Когда я поступила в колледж в другой стране, моя группа была на другом языке, мне не с ним было дружить и говорить, я чувствовала себя отчуждённой от всего этого, я училась хуже всех, и даже не знала, что они говорят. У меня была цель выучить язык, но я не справился, я покинула этот колледж и привелась на другой, на родной языке который. Почему-то меня пугают воспоминания, что связано с этим периодом здорового учителя, люди, которые меня окружали. Я понимаю, что это нелёгкий период в прошлом, но почему меня тревожит это сильно. Хватает вспомнить хоть одну однокрупницу, сразу тревога. Почему такое может происходить? Ну, собственно, из самой ситуации, мне кажется, если вы перечитаете свой собственный вопрос, я думаю, что у вас появятся некоторые, так скажем, предположения по поводу того, почему подобное может происходить. Мне не кажется это слишком сложно. Другой вопрос заключается в том, насколько это, в принципе, как бы конструктивно. Сейчас говорить о том, почему. Но если у вас нет тревожности, с ней нужно работать. Что такое тревожности в данном случае? Тревожности в данном случае это не отреагированные чувства, которые вы в себе зажимали. Именно, между прочим, в силу своей модели поведения, которую вы описываете. Модели поведения скромные, достаточно пассивные, ригидные. По этой причине у вас сложилось, на мой взгляд, исполнить себе благоприятную почву для того, чтобы, чтобы, так скажем, заглушать в себе определенные чувства. Что, собственно, вы и делаете благополучным образом. Сейчас, на данный момент, вы свои чувства практически полностью заглушили. Конечно, вы изменились. Конечно, вы изменились и, вполне вероятно, что-то вы для себя новое открыли. Вот, безусловно. В этом я даже не сомневаюсь, что вы для себя что-то новое открыли. В этом я даже не сомневаюсь, что вы для себя что-то новое почерпнули. Вот, в конце концов, вы развивались, развивались достаточно сильно. Я уверен, что это не оставило, ну, это не оставило, скажем так, ситуацию без изменений. Но ваши эмоции, ваши переживания, ваши чувства, которые особенно были тогда, а чувства, как мы видим, достаточно серьезные, судя, потому что вы описываете, никуда не ушли. Они остались. Как они были, так они остались. Никуда они не делали. И все эти чувства, которые вы испытывали тогда, боль, потерянность. Вполне возможно, даже жалость, жалость некоторые к себе, что, кстати, ничего плохого. Ну, совершенно ничего плохого в этом нет, в том числе, если вам всегда было жалко. Ощущение, ощущение такое, знаете, ну, беспомощности, я бы сказал, да? Вот. Такое чувство беспомощности у вас имело место быть, скорее всего. Вы себя чувствовали беспомощно. Вот. Вот эти все ощущения, они с вами, конечно, остались. Никуда они, к большому сожалению, не делали. Ну, и они не могли никуда деться, потому что это слишком серьезное потрясение. Для вас, по крайней мере. На мой взгляд, что больше всего вас тревожит, на мой взгляд, что больше всего вас напрягает, это именно чувство беспомощности. То есть, сильнее всего, человек переживает именно ощущение, что он ничего не может. Ощущение, что он не может никак повлиять на ситуацию. Ощущение своей полной отчужденности и потери контроля. И вот то, что вы описываете, очень похоже на потерю контроля, на самом деле. Естественно, сейчас, на данный момент, это всего лишь мои предположения. Я не знаю, как обстоят дела на самом деле. Может быть, я ошибаюсь, может быть, я не прав, может быть, все немножко не так. Но, как это видится мне сейчас, у вас есть это самое чувство потери контроля. И когда вы вспоминаете что-то из своего прошлого, когда вы вспоминаете что-то из своих, вот, скажем так, ну, из своего опыта, вот, когда вы сталкиваетесь с чем-то из своего опыта. На мой взгляд, вы чувствуете тотально беспомощность. И именно это вызывает у вас тревожность. Тревожность – это потенция к действию. То есть, тревожность сама по себе – это потенция к действию. Когда у меня тревожность, я должен что-то сделать. Я, как бы, должен как-то поступить. Я, как бы, должен как-то себя проявить. Я, как бы, должен как-то отреагировать. А вы, получается, не отреагировали никак. Кроме того, вы, судя по вашему опыту, вы, ко всему прочему, потерпели еще и некоторое поражение. Вы сказали, что выучиться у вас не получилось. Вы перешли на, там, ну, на другой, на другое место обучения с родным языком. То есть, вы попробовали, у вас не вышло. И вот это тоже, вполне вероятно, вас, ну, скажем так, подкасило. Или продолжает подкашивать до сих пор. Вот. Поэтому я бы сказал, что основная трудность сейчас для вас, по моему мнению, заключается в невозможности, именно в невозможности для себя нормально переживать, во-первых, ощущение, что вы что-то не контролируете. Мне кажется, что в этом смысле своего мужа вы воспринимаете как раз-таки как такую опору, на которую вы, в общем и целом, опираетесь, простите за тавтологию. Ну, вот. И которая позволяет вам чувствовать себя увереннее. Потому что, ну, опять же, скорее всего, вашу неуверенность никуда не делать. В том, чтобы опираться на других людей ничего плохого нет. В том, чтобы, ну, как-то вот другим людям, да, позволять, скажем так, себе, ну, помогать, да, и так далее. Ну, вот. Подхватывать вас, когда это необходимо. Ничего плохого нет. Но это даёт и воспитывает, вот что важно, это воспитывает необходимость в постоянном контроле. Вот. Как человеку тревожному вам, скорее всего, необходим этот самый контроль. Вы пытаетесь его обрести. И вас, в общем и целом, не очень-то волнует, что сделать это особо нельзя. То есть контроль его невозможно удержать. И для того, чтобы его удерживать, требуются постоянные ресурсы, постоянные силы, постоянные усилия. Да, вы говорите о том, что то, что вы сейчас испытываете, а именно тревогу, появилось полгода назад. Надо полагать, что полгода назад что-то произошло. Вполне возможно, что речь идёт о достижении вами какой-то цели. Вот. То есть, вполне, ну, вполне возможно, что речь идёт о том, что вы по факту достигли какой-то цели, вот, своей. И у вас появилась возможность теперь вернуться к тем самым переживаниям, которые с вами были всегда, но на которые вы могли, скажем так, ну, позволить себе не обращать внимания. Знаете, есть такой термин, да, вот, что, ну, можно пренебречь. Вот это вот ваша история. Этим можно было пренебречь какое-то время, но сейчас этим пренебречь уже нельзя. А точнее, на, в общем-то, первый план просто это вышло. А раньше на первом плане было что-то другое. Я более чем об этом не уверен. Значит, раньше вас просто, ну, другие какие-то, какие-то вещи волновали. Другие какие-то вещи вас раньше беспокоили. Вот. О чем-то другом. Раньше вы переживали. Сейчас вот переживаете об этом. Может быть, вы, в принципе, такой человек, что вам нужно переживать постоянно за что-то. И вам кажется, что если вы не переживаете на постоянной основе за что-то, то, в общем и целом, обязательно будет что-то не очень хорошее. Вот. Такое тоже может быть. Хотя, безусловно, на данный момент это всего лишь мои предположения. Как оно на самом деле, я не знаю и не возьмусь, не возьмусь ни в коем случае это оценивать. На мой взгляд, это было бы не этично. Вот. Но, с другой стороны, вы задаете вопрос. Вопрос ваш достаточно конкретный. То есть, ваш вопрос, он достаточно такой очевидный, скажем так. То есть, вы спрашиваете, из-за чего может быть. И я вам, в принципе, говорю, из-за чего это может быть. Повторюсь, беда заключается основная только лишь в том, что это не поможет вам. Знания не помогают. Знания причины не помогают тоже. Казалось бы, у вас, у вас есть опыт общения с психологом. Казалось бы, у вас такой опыт общения есть. Казалось бы, ну что такого? Если у вас есть опыт общения с психологом, просто возьмите и поработайте с ним еще на эту тему. Но этого вы тоже не делаете. Вы этого тоже не делаете. Почему? Потому что, по-видимому, это в случае про страх потери контроля. Если я обращаюсь к психологу, я потеряю контроль. На этом все. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Обращайтесь.